добрый день дорогие зрители сегодня мы получили тандыры сейчас планируем один скрыть посмотреть что он у себя представляет и приготовить в нем мясо тандыр называется большой производства амфора то есть сам тандыр выполнен из глины запакован в пленку пузырчатую сейчас будем вскрывать смотреть целостность как они нам приходят как клиенты их получают то есть при продаже мы каждый тандыр должны вскрыть посмотреть чтобы он был без сколов без трещин такая вещь масса 110 килограмм данного тандыра так здесь у нас крышка она тоже запакованная так это для установки шампуров пока отдельно положим так все проложено поролоном планируем этот тандыр использовать для тестов для жарки мяса будем угощать покупателей такая красота табличка для лучших результатов просите пожалуйста правильно правило первого розжига инструкции в этом мы изучим процессе так крышка так что мы видим в самом тандыре это недвижности тоже вскроем сразу посмотрим так мы видим есть совочек и так ладно сейчас полностью вскрою с тандыром идет набор это совок выгребайте угли залу и кочережка вот такая маленькая аккуратненько это тоже мы пока отдельно отлаживаем будем пробовать уже в процессе так и шампура сделаны они из нержавейки 88 штук то есть нанизывается мясо и они подвешиваются вертикальном положении далее это колосничок колосник устанавливается на дно тандыра выполнен он из чугуна такой аккуратненький книжка каталог продукции то есть здесь мы видим тоже разновидности тандыров приспособлений для тандыров вот такие красивые вещи мясо фрукты овощи овощи точнее далее это что это у нас такое задвижка поддувало видимо до аккуратненько верочка и окончание для закрытия дымоход по тандыру присутствуют значки вот такая то есть значит контроль качества проведен то есть продукция прошла проверку везде то есть у каждой каждом конструктиве есть такой значок то есть что мы имеем этот поддувальная дверочка он снизу отверстие покуда попадает кислород дальше ставится эта штука для установки чтобы мы могли подвешивать шампура сверху крышкой окончание так и поддувальная дверка здесь ручка специально на пружинке чтобы можно было отодвигать подтягивать то есть держу поставили оттянули ручку закрыли если надо растопить соответственно убираем ну или когда топим открытую держим когда начинаем готовить соответственно дверку надо закрыть все тандыр готов к использованию сейчас будем его растапливать немного хотелось рассказать о самом тандыре тандыр выполнена из керамики глина запеченная также он обварен кованными элементами то есть это полоса декоративная ручки кованые полосой обваливается для того чтобы он оставался в целостности когда тандыр начинает уже в эксплуатацию входить у него появляются трещины то есть от физического расширения то есть единый монолит керамики дает трещины для этого он обвязывается кованными элементами то есть данном случае эта полоса и за счет этого сохраняет целостность сейчас будем растапливать тандыр вообще ну так скажем первый его запуск посмотрим как он будет работать то есть сразу мы открываем поддувальную дверку то есть можно ее полностью убрать сейчас до растопки чтобы она нам не мешала так берем бумагу так сминаем бумагу укладываем на низ жидкость для розжига не рекомендую использовать чтобы лишних осадков не было на стенках просто если готовить лепешки то есть можно потом получить химию всякой организм наим бумагу укладываем сверху дрова конечно желательно использовать мелкие щепки чтобы у нас первый раз загорелась но мы будем экспериментировать так используем немного с базы строительного отходов виде дерева здесь нам будет немного пошевелить лучше конечно чтобы они были маленькими ложились полностью на низ дрова надо использовать сухие чтобы меньше влаги было больше отдачи тепла длина дров должна быть не выше вот этого места уровня чтобы мы могли накрыть это все крышкой видите у нас немного длинновато есть ну что запускаем старт дан зажигать надо отсюда то есть берем бумагу поджигаем дымок пошел тандыр подходит уже готовности видим что при первой затопки появились трещинки на керамике то есть этого пугаться не надо это нормальный процесс запуска единственное что то есть также для тех кто начинает первую затопку надо разжигать плавно без перетопов то есть с маленькой порции с добавлением дров также это все прописано в инструкции изучаемые чтобы правильно разжечь и не испортить тандыр но трещины единственное мы видим только снаружи внутри если мы посмотрим сам тандыр ни одной трещины не видно соответственно это никак не повлияет на работу аппарата чтобы понять что тандыр готов мы смотрим на глину изнутри и видим что она побелела когда мы разжигаем появляется сажа на стенках и при наборе температуры она выгорает то есть сейчас уже тандыр подходит у нас снизу остались сверху можешь показать сверху снизу остались немного углей все уже догорает я думаю что минут пять еще и мы начнем уже ставить мясо все пока будем дожидаться дальше уже подключимся при закладке все наш стандыр готов теперь начинаем подготовку закладки мяса первую очередь закрываем поддувальную дверцу так прижали чтоб лишний кислород не поступал далее ставим упорную планку для подвешивания мясо мясо студию мы сделали очень вкусную комбинацию то есть мясо шампиньон и на конце картошечка то есть жир который будет стекать он будет попадать на гриб и на картошку то есть все насаживаем берем за ручку и по кругу устанавливаем оставляем промежуточек небольшой чтобы мясо полностью прожарилась то есть между шампурами место запах уже начинает попадать нос так все это цене так все когда шампуру и повешали можно их распределить чтобы они были на расстоянии все можно сверху посмотреть как они красиво там висят так все далее закрываем крышкой 1 она у нас уже нагрелась немного аккуратно так чтобы шампуры не задеть ставим и уже чтобы совсем все тепло осталось внутри заключительный колпачком засекаем время 15 минут и через 15 минут наше блюдо будет готово так ну вот и наступил торжественный момент смотрим прошло ровно 15 минут смотрим что у нас получилось снимаем крышку запах конечно обалденный так если все то то есть при когда надо достать все шашлыки то есть можно таким образом их снять и подать на стол гостям но мы будем брать по одному то здесь можно посмотреть то есть каким цветом шашлычок у нас стал розовенький весь сочный будем доставать по одному и угощать гостей так грибочки все наше блюдо готово сейчас будем дегустировать картошечку мясо горячее еще немного нашу посыл все наше блюдо вкусно